Суждения и осуждения. Иногда приходится обсуждать людей за глаза. Ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Книга Иова, глава 36, стих 17. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Послание Иакова, глава 3, стихи с 8 по 10. Кто про кого за глаза говорит, тот того боится. Грязью играть, руки марать. В глаза не льсти, а за глаза не брони. Русские пословицы. Никого не должно осуждать и судить, так же и хвалить бессмысленно, ибо не знаем, что у кого в сердце кроется, и часто безумно называем того злым, кто внутри на самом деле добр, и того добрым, кто внутри зол, и так судьями неправедными бываем. Святитель Тихон Задонский. Услышав слово, порицающее и осуждающее ближнего, остерегись, чтобы через слух не принять участие в грехе чужого языка. Святитель Филарет Митрополит Московский. Не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас. Преподобный Марк Подвижник. Не люби слушать о чужих падениях, чтобы и твой грех не был выслушиваем всеми. Не должно доверять говорящим худо, потому что часто бывает клевета по зависти, но надо б на лучшее доискиваться истины. Человек, который хвалит ближнего в его отсутствии, то же, что собирающий доброе в свою сокровищницу. Преподобный Ефрем Сирин. Если начинаешь уклоняться в осуждение, перемени разговор на полезную беседу. Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн. Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего, но лучше скажи ему, перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие грехи, и как могу его осуждать? Преподобный Иоанн Лествичник. Если ты не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись вступать с ним в общение. Преподобный Исаак Сирин. Неизвестный старец из Отечника. Почему не следует осуждать плохие поступки? Не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Послание к Коринфянам, глава 2, стих 1. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Послание к Коринфянам, глава 14, стих 4. Не ищи правды в других, коли ее в тебе нет. Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет. Русские пословицы. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что неприличествует любви. Преподобный Фаласий. Опасное, братья, искушение, без нужды рассматривать недостатки и грехи других людей и прельщать себя мыслью, что мы не таковы, как они. Это значит прельщать самих себя. Глумясь над чужими пороками, мы нарушаем заповедь любви к ближним, оскорбляем Бога их милующего, оскверняем наш ум нечистыми представлениями, подвергаемся опасности быть порицателями невинных и даже будущих святых. Святитель Филарет, митрополит Московский. Христиане не должны осуждать ни явную блудницу, ни грешников, ни людей бесчинных, а простодушно взирать чистым оком. Преподобный Макарий Великий. Осуждая, не терпя других, ты не позволяешь владыке быть снисходительным и к твоим грехам. Святитель Иоанн Златоуст. Молодушие и порицание ближнего смущают мысль и не допускают ей видеть свет Божий. Кто презирает нерадивых, тот разрушает в себе покаяние. Преподобный Исаия Отшельник. За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами, и иначе не бывает. Судить, значит, бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать, значит, погублять свою душу. Преподобный Иоанн Лествичник. Чего хотим мы от чужой тяготы? Есть у нас о чем заботиться, братья. Каждый довнимает себе и своим грехам. Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поскольку Он знает и душевное устроение каждого, и силу, и образ воспитания, и дарование, и телосложение, и способности. И сообразно с этим судит каждого, как он сам один знает. Преподобный Дорофей Палестинский. Не осуди падшего в любодеяние, если ты чист, потому что, осуждая его, ты, подобно ему, приступаешь закон. Сказавший «Не прелюбодействуй» Исход, глава 20, стих 14, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 18. Сказал также «Не осуждай» Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Неизвестный старец из Отечника. «Осуждение всегда бывает ошибочно, ибо мы не знаем причин согрешающего, что его побудило это сделать, ибо видим только грех ближнего, а покаяние его не видим» — схейгумен Иоанн Алексеев. «Не думай о ком-либо плохо, и не смотри ни на кого, как на дурного. В другое время по-другому увидишь ты его, того, кто сейчас кажется тебе дурным» — преподобный Исаак Сирин. В жизни, в том числе и семейной, людей, примерно, можно разделить на две категории. Одна категория подобна мухе. Муха имеет следующую особенность — всегда садится на все грязное, пролетая мимо благоухающих цветов. Так вот, категория людей, похожих на мух, научилась думать и искать только злое, не зная и не ища никогда добра. Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы — находить красивое и сладкое, минуя нечистое. Такие люди имеют добрые помыслы, видят хорошее и думают только о хорошем. Я всем, кто привык обвинять других, в том числе и супругов, предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться. Старец Паисий Святогорец. Один старец всегда, когда слышал о чьих-то неисправностях, тяжко вздыхал и говорил, «Да, как сегодня этот брат согрешил, так я завтра согрешу». И еще я вам напомню повествование об одном иноке, который проводил жизнь нерадивую. Нерадил о своем спасении, о молитве, о посте, словом, жил невнимательно. И вот, когда он стал умирать, его окружило братья, и все были поражены. Он умирал смертью праведника, он не трепетал перед смертью. Наоборот, он благодарил Бога и улыбался. Братья, зная, что он проводил такую нерадивую, такую рассеянную жизнь, обратились к нему. «Укрепись силой Христовой, поднимись и скажи нам, почему ты умираешь так легко?» И он действительно, маленько приподнявшись, говорит, «Да, братья, действительно, я жил нерадиво, небрежно жил». И вот только что ангел представил предо мною все мои грехи. Я ожидал строгого наказания, возмездия. Но ангел сказал, «Поскольку ты никого не осуждал и был не злобив, то и ты не будешь осужден. И поэтому я отхожу, умираю такую легкую смертью». Что бы сделали мы с апостолом Петром, если бы увидели его в те мгновения, когда он трижды отрекся от Христа, и с апостолом Павлом, когда он был лютым гонителем христиан? Как бы мы поступили с преподобной Марией Египетской или с преподобной мученицей Евдокии, если бы увидели их в то время, когда они совершали худые дела? Пожалуй, мы бы строго их осудили, но их искреннее истинное покаяние и праведные деяния и сходатайствовали ему Господа прощение, и наслаждаются они ныне в чертогах Царя Небесного. А наши ближние, соседи, знакомые, коих мы осуждаем, разве не могут они стать добродетельными и праведными? Архимандрит Кирилл Павлов Отчего мы осуждаем других? Свои грехи за собой, чужие перед собой. У злой Натальи все люди канальи. У кого желчь во рту, тому все горько. Русские пословицы. Имеющий злое сокровище, злое и помышляет. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 35. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45. Ум, движимый любовью к ближнему, непрестанно добрый о нем помышляет. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Движимый же противным тому, предполагает в нем худое. Преподобный Фаласий. Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурными, то это происходит от нашего устроения. Признаком смирения и гордости да будет для тебя следующее. Вторая всех зазирает, укоряет и видит в них черноту, а первая видит только свою худость и не дерзает судить кого-либо. Преподобный Макарий Оптинский. Скорые и строгие судьи при грешении ближнего потому сей страстью не дугают, что не имеют совершенной и постоянной памяти и попечения о своих согрешениях. Ибо если бы человек в точности, без покрывала самолюбия, увидел свои злые дела, то ни о чем другом относящимся к земной жизни не стал бы уже заботиться, помышляя, что на оплаканье и самого себя не достанет ему времени, хотя бы он и сто лет прожил. Преподобный Иоанн Лествичник. Отчего мы осуждаем братьев наших? От того, что не стараемся опознать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других. Преподобный Серафим Саровский. Очевидный же признак души, не очищенный еще от скверн пороков, состоит в том, когда кто не имеет чувства сожаления к чужим проступкам, но произносит на них строгий суд. Ибо как может обладать совершенством сердца такой человек, который не имеет того, что, по словам апостола, составляет исполнение закона? «Носите бремена друг друга», говорит Павел, «и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Осуждающий не имеет и той добродетели любви, которая не раздражается, не превозносится, не мыслит зла, которая все покрывает, все переносит, всему верит. Ибо праведник милует скотов своих, сердце же нечестивых, не милостиво. Книга притчей Соломона, глава 12, стих 10. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Некоторые греху осуждения подвергаются от привычки, иные от памятозлобия, другие от зависти и ненависти, а большую частью подвергаемся мы греху этому от самомнения и возношения. Несмотря на великую свою неисправимость и греховность, нам все-таки кажется, что мы лучше многих. Преподобный Амвросиоптинский. Свойство гордости видеть в себе только хорошее, в других только худое, а свойство смирения видеть свои грехи, а в других добрые качества. Схиегумен Иоанн Алексеев. У кого сердце чисто, тот всех людей почитает чистыми, но у кого сердце осквернено страстями, тот никого не почитает чистым, но думает, что все ему подобны. Преподобный Исаия Отшельник. Как удержаться от осуждения? Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Послание к римлянам, глава 14, стихи 12 и 13. «Чужая душа потемки, с грехом бронись, а с грешником мирись». Русские пословицы. «Знай, судья, что сам будешь судим, и меньше согрешишь» святитель Григорий Богослов. «Кто хочет победить духа злословия, тот пусть приписывает вину не согрешающему, но подучившему его бесу» преподобный Иоанн Лествичник. «Когда будешь замечать чужие немощи и гордиться перед другими мысленно, надо отвечать помыслу бесовскому «Я хуже всех»» преподобный Варсонофий Оптинский. «При самоукорении христианин увидит всех человеков святыми ангелами, осебя грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, в постоянное умиление» преподобный Антоний Великий. «Если видишь, что брат грешит, и наутро свидишься с ним, то не признавай его в мысли твоей грешником. Может быть, когда ушел ты от него, сделал он по падении своем что-нибудь доброе и умилостивил Господа воздыханиями и горькими слезами» преподобный Ефрем Сирин. «Воздохни о согрешающем ближнем, чтобы вместе с тем воздохнуть о себе, потому что все повинны во грехах и подлежим наказанию» преподобный Нил Синайский. «Если желаем исправиться от греха осуждения, то должны всячески понуждать себя к смирению пред Богом и людьми и просить в этом помощи Божией. Как будешь кого осуждать, то скажи себе, «Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего»» преподобный Макарий Египетский, увидев человека грешащего, сказал сам себе, «Он хоть и грешил, но сумеет покаяться, а если ты согрешишь, то покаяться не сумеешь» и таким разумением поставил себя ниже грешащего» преподобный Амвросий Оптинский. У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно устремлены на свою греховность. С исповеданием ее Богу и плачем он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. На согрешения ближних он не смотрит. Если по какому-либо случаю придется ему взглянуть на согрешения ближнего, то взгляд его бывает самым поверхностным и мимоходным. Святитель Игнатий Брянчанинов «И тогда, когда грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому видеть не в том, что внушает недобрая страсть осуждения, а в том, на что может указать братолюбное к нему отношение. Когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давая чам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего сего соблазна и совершенно не умеришься с братом». Преподобный Никодим Святогорец «Если хочешь испытывать дела других, то рассматривай добрые дела их, а не злые». Святитель Иоанн Златоуст «Слышал я о некоем брате, что, когда он приходил к кому-либо из братьей и видел келью его невыметенную и неприбранную, то говорил в себе, блажен сей брат, что отложил заботу обо всем или даже обо всем земном, и так весь свой ум стремил ввысь, что не находит времени и келью свою привести в порядок. Также, если приходил к другому и видел келью его убранную, выеметенную и чистую, то опять говорил себе, как чиста душа сего брата, так и келья его чиста». Преподобный Дорофей Палестинский Главное, остерегайтесь осуждения близких. Когда только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь. Господи, даруй мезретье моя согрешение и не осуждайте брата моего. Преподобный Нектарий Оптинский Каждого, кто бы он ни был, встречайте с добрым чувством, с надеждой найти в нем одно хорошее, видя пред собой образ Божий. Преподобный Никон Оптинский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова